Адельный пост Сегодня в начале третьего часа ночи под покровом густой уральской тьмы красный петух обрушился на очень маленький коллективный сад с соответствующим названием Малый Дачник затерявшийся в лесах между лесопарком имени лесоводов России и Караси-Озерским лесопарком примерно в километре от Екатеринбургского крематория ну в общем на юго-восточной оконечности уральской столицы Малый Дачник расположен через лесную дорожку от коллективного сада Дачник Малый, настолько малый, что судя по интернет-картам в нем всего-то 14 дачных домиков Сегодня ночью Датлас горели 5 из них на площади 450 квадратов Вот если для обычного колл-сада это был бы незначительный урон то для малого дачника это ну вот прям много, более 1 трети И что важно, ущерб мог быть и гораздо больше Весь малый дачник мог сегодня погибнуть в гиене огненной потому что людей в нем не было Он находится в глубоком лесу И то, что пожар среди ночи кто-то обнаружил вовремя это большая удача для малого дачника Жар птица, красный петух, устроила себе наишикарнейший поздний ужин Сухие домишки и сарайки горели охотно Местами эпично В случае первых пожарных подразделений было установлено, что в открытом пламени горят 5 строений Существовала угроза распространения И ран пожара был поднят до 1 бис Для тушения привлекались 8 единиц техники, 22 человека личного состава В тушение подавалось 4 водяния слова В связи с тем, что данный район безводный Привлекались два пожарных подоема На данный момент пожар локализован на площади 450 квадратных метров Близость этого кол-сада к Екатеринбургскому крематорию В начале сюжета была упомянута не просто так Не для красного словца, не для обозначения местоположения А со смыслом? Сегодня ночью в Малом дачнике и окрест мог случиться гигантский крематорий Ну смотрите, стоят хорошо просушенные за лето древесные домишки Внутри народу никого Поблизости нет ни одного пожарного гидранта и кругом лес Теоретически при таких раскладах сгореть мог не только Малый дачник Но и частично соседний дачник Хорошо, что у наших доблестных огнеборцев имеется такое достижение цивилизации Как передвижной пожарный водоем По сути это огромная автоцистерна, которая возит в своих недрах 18 кубов жидкости Двух таких водоемов на колесах сегодня ночью вполне хватило Чтобы не дать жар птице расползтись по окрестностям Те огнеборцы, которые не тушили с плеча Разбирали завалы с помощью багров Ну так сказать, обогряли металлические листы Не способные сгореть И сразу повеяло осенизации Стало понятно, что на дворе уже сентябрь В голову полезли такие поэтические части речи, как багряный, листопад Наши доблестные огнеборцы по отработанной годами схеме Разделили садовое воспаление на до и после На красное и белое Сравните две эпичные картинки Информация по подстрадавшим на подъекте не поступала Вместе с пожаром будут разбираться в органах джазного Благодаря грамотным действиям личного состава Удалось не допустить распространение на соседние подстройки Субтитры создавал DimaTorzok